Итак, идея в чем заключается? В том, что у вас только один тип как бы ответа, в чьи, можно кашлять, вот, еще что-то падать со стула, у меня иногда падают со стула, наверное, в других городах. Итак, смотрите, то есть идея какая заключается, что сначала человек находит отношение с той святостью, которая недоступна, то есть она на иконе, то есть она далеко. Постепенно человек устанавливает отношение с Богом все ближе и ближе, и Бог показывается ему ближе, так как Бог живет в людях, ну то есть ведоописывают, что в городе тело, ну на дереве тело ведоописывают, живет две птицы. Одна птица это душа, другая сверх душа, высшая душа, парам атма, душа атма на санскрите, парам атма, высшая душа, то есть одна парам атма, высшая душа, находится сзади, она смотрит, как мы живем, наблюдает за нами. Потому что по факту мы не должны жить в этом мире, мы же родились здесь, потому что мы сдаем здесь свои экзамены. Мы должны жить в духовном мире, где все соткано из служения, и там все возрастающее счастье, там счастье, которое мы хотим. Мы говорим, завтра будет лучше, чем вчера. Это духовный мир, понимаете, это не в этот мир. Завтра в этом мире, наоборот, будет хуже. Мы стареем здесь, как бы нам хуже становится, тяжелее, понимаете. Сколь дней осталось, как снять усталость. Понимаете, ну то есть жизнь вот в этом направлении движется. Вот, в этом мире. Зеленоглазое такси, о-о-о-о, притормози, притормози, и отвези меня туда, о-о-о-о-о. Где будут рады мне всегда. Невозможно. Надо, наоборот, тебе быть радым всем. Тогда будет правильно все. Тогда это будет как раз тот вариант, который ты хочешь. Итак, смотрите, идея в чем заключается? В том, что человек должен восстать против того, что у него скопилось. Он хочет счастья, хочет гармонии, хочет, чтобы его любили. Он хочет нормальной жизни, нормальной зарплаты. Не жить, как скотина. Понимаете, он хочет нормальной жизни просто и все. Понимаете? Это иллюзия. Здесь это недостижимо. Кто-то временно это получает, потом опять теряет. Ты сказала, поверь, но прожить без потерь невозможно. Понимаете? Так устроен этот мир. Итак, метод есть. Если вы сейчас заглянете в мое сердце, вы узнаете, что он есть. Слова это не могут доказать. Только сердце это может доказать. Метод заключается в том, что человек искренне, всем сердцем, совершает революцию внутри. Он хочет жить так, как советует святость. Он может смотреть на икону. Мусульмане смотрят на святую книгу, священную книгу. Также, допустим, мусульман есть священное имя, святое имя. Они пишут его арабскими буквами и ему поклоняются. Поклонение означает как раз вот эту вещь, что ты очень искренне и глубоко пытаешься установить отношения с тем, кто их не предаст. Потому что, смотрите, очень важно знать такую вещь, что в этом мире, в котором мы живем, мы стремимся к этим личным отношениям. Но они невозможны здесь, потому что все сотканно из эгоизма. И близкие люди, они, во-первых, переварить эти личные отношения не способны. Ну, допустим, вот муж сейчас подойдет к вам и скажет. Я тебя люблю. Понимаете? Очень искренне скажет. И что вы ему поверите? Вы предадитесь этой любви сразу. Вы войдете в ее океан сразу. Нет, нет и нет. Она будет попрана. Поэтому никто не подходит, так и не говорит. Кроме юношей, которая еще в это верит. Что здесь, как бы, это возможно. В этом мире. Поэтому их сердца и очень сильно бывают разбиты. В юности каждый испытал чувство разбитого сердца. Почему? Потому что ты веришь, что в этом мире между людьми есть такая личностная, глубокая любовь. Вот именно эта любовь, личностная и глубокая, это духовное чувство, оно принадлежит только тем отношениям, где есть святость. Вот когда человек отказался от счастья в этом мире, он называется святой человек. Такие люди обычно ведут монашескую жизнь, потому что они ни на что не претендуют, понимаете, не лицемерят перед этим миром. Они просто честно говорят, здесь я ничего не поймаю в этом мире. И смело идут к Богу, понимаете. Такие люди, они по природе по своей бескорыстны, чисты, верны, глубоки. И когда ты им скажешь, такому человеку, я тебя люблю очень искренне, ты увидишь точно такой же искренний ответ. Это означает, что Бог уже живет в его сердце. То есть он с ним, такой человек с Богом, уже строит близкие отношения. И это значит, что удача уже проснулась в твоей жизни, потому что ты сказал нужные слова тому, кому надо. Потому что эти слова, они будут попраны этим человеком. Допустим, девушка приходит к наставнику и говорит, я вас люблю, наставник. И он такой, опа. Это значит, что он не наставник. Настоящий наставник или святой человек никогда не будет испытывать вожделение женщине, которая предалась ему. А также никогда не будет чувство превосходства испытывать над мужчиной, который ему предался. Настоящий наставник всегда слуга. Он служит всем, понимаете? Он не хочет быть господином. Женщине он служит ее любви. Мужчине служит его желанию знать. И тому и другому он всегда служит. Его цель служить. Он испытывает счастье в этом. То есть настоящее счастье всегда находится в селе служения. Настоящая любовь всегда находится в селе служения. Между людьми эти отношения невозможны, пока нет поддержки со стороны святости. Вот когда человек опирается на святость и со святым человеком строит близкие отношения, он дальше эти отношения может отдавать близким людям. Как? С помощью внутренней жизни. Внешне это бесполезно делать. Бесполезно выяснять. Это просто будет выяснение отношений. Все то же самое. Смотрите, метод такой. Человек со святостью строит чистые отношения. Это очень глубокий чистый путь. Если вы сейчас пойдете и будете мои лекции обсуждать между собой. А, Леонид Геннадьевич, он говорит. Все, забудьте. Этот чистый путь для вас невозможен. Потому что этот чистый путь, это путь чистых отношений. Если вы принимаете просто вот это то, что я сказал, и будете потом дальше наедине с собой это делать, вы поймете, о чем речь. Это внутренняя жизнь, она не обсуждается. Это сокровенная внутренняя жизнь, она не обсуждается. Понимаете? Это жизнь наедине с собой. Наедине со святостью и с собой. Никому вы не сможете ее объяснить. Но когда вы начнете жить внутренней жизнью, вы начнете различать людей, которые живут внутренней жизнью. Я, Вячеславу, могу это все объяснить. Но если я вам сейчас буду объяснять, допустим, так, как ему, вы не сможете отдать мне взаимностью. Кто-то сможет, может быть. Но этот человек знает, что тоже живет внутренней жизнью. Внутренняя жизнь это очень глубокая, тонкая и чистая жизнь. Она недоступна обычным людям. Но если человек, общаясь со святостью, живет такой жизнью, то он может отдавать близким людям эту чистую жизнь. И тогда сначала на очень глубоком плане, на плане веры, с близкими людьми у вас будут устанавливаться глубокие чистые отношения. Интересно знать, что внешне это будет вообще никак не проявляться. Наоборот, близкие люди внешне будут нервничать сначала и вести себя хуже даже. Потому что, когда вы внутренние отношения чистые с ними начнете устанавливать, из них сначала пойдет что? Гэ. Потому что это Гэ уже накопилось там в сердце, в отношении. И оно сначала вылезет наружу. Потом, когда оно вылезет, потом пойдет раскаяние, а потом пойдет стремление к отношениям. И на это может уйти несколько лет. Два-три года обычно уходит. И потом, после этого срока, ваш близкий человек станет вам бесконечно благодарен за то, что вы для него сделали в жизни. Но этот путь не все проходят. А только те люди, которые верят в святость. Если вы не верите в это, то тогда... Или верить означает пробовать. Ну и вера это не слепая вещь, это наука. То есть попробовали, помолились, смотрели результат. Но мы любим пробовать деньги зарабатывать. Или пробовать, допустим, манипулировать другим. Мы можем это пробовать. Но взять, попробовать, помолиться, это непросто. Для этого надо реально перенять эту способность у других. Поэтому Веда объясняет, любая духовная вещь, она всегда перенимается. Человек сам не может ее воспроизвести. Вот если, допустим, моя лекция кому-то очень глубоко в сердце западет, завтра утром он сядет и будет молиться со слезами на глазах. Это означает, что произошло это перенимание. То есть это внутренняя вещь. Она перенимается от одного человека к другому. Невозможно ее имитировать или как-то пытаться самовоспроизводить. Вот, допустим, вы на моей лекции этой внутренней жизни не услышали. Значит, надо идти и слышать у кого-то другого. Потому что только если человек способен эту внутреннюю вещь усвоить в своем сердце, тогда он с любовью будет испытывать вот это чистое чувство к чистому человеку в молитве. И начнется настоящая жизнь с этого момента. Так говорят Веды. Настоящая жизнь всегда внутри. Ее трудно объяснить. Она дает плоды не сразу, снаружи. Но только это единственный способ получить эти снаружи плоды. И даже если человек хочет счастья в этом мире, где это счастье очень призрачно, то есть оно, да возможно, доступно, но оно потом заканчивается вместе со смертью этого тела. Допустим, ты занимался духовной практикой ради того, чтобы у тебя в семье было счастье. Ты его добьешься. Но потом тебе придется оставить эту семью. Потому что этот мир, он не вечный. Так? Нам приходится уйти от того, что мы добились здесь. Поэтому даже с этой точки зрения человек должен внутреннюю жизнь развивать, а внешнюю должен относиться к ней спокойно. Там есть счастье тоже. Есть счастье в семье. Есть счастье в близких отношениях. Есть счастье в отношениях с детьми, с друзьями. Со всеми есть счастье. Оно достижимо с помощью внутренней жизни. Смотрите, как это делается. Допустим, муж подлец. Ну, допустим. Это обычное дело, да? Или необычное? Ну, хорошо, муж редиска, нехороший человек. Обычное дело? Ну, обычное, да? Или необычное? Необычное. Хорошо. Муж меня не понимает. Это обычное дело? Кто скажет, что необычное? Вы скажете. Вам делать здесь нечего. Вы уже все поняли. Зачем тогда вам обзаселение? Ну, муж меня не понимает. Для людей это нормально. Так? Если он понимает, но не всегда. О. Понимает? Хорошо. Более точно. Понимает, но не всегда. Так? Муж меня понимает, но не всегда. Садимся, начинаем думать о святости, забываем про мужа. Это не предательство. Это и есть правильный путь. Выше всего Бог стоит. Святой человек, он думает о Боге, поэтому личное отношение с Ним не означает то же самое, что с мужем. Понимаете? Это другие отношения, более чистые. Человек святости молится, устанавливает, допустим, на иконе сначала его наставник, потом он будет спускаться ниже, он будет на землю приходить, потому что Бог будет ближе и ближе к нам относиться. Потом можно даже такие глубокие отношения не только с наставником устанавливать, а святость можно увидеть в том, кто с тобой устанавливает такие чистые отношения. Даже такое возможно потом. Но сначала вот так, на большом расстоянии, тот, кто на иконе, может стать близким. Понимаете? Сначала такой путь человек должен пройти. И так он с утра помолился, а потом он заметил, что я мужа воспринимаю лучше. Или я жену воспринимаю лучше. У ней есть много хорошего. У него есть много хорошего. Это означает духовное зрение у человека начинает просыпаться. Потому что когда мы видим в людях хорошее, тогда в них и отвлекается хорошее. Вот допустим я сказал, муж подлец, это означает, что я слепой. Я не увидел, что здесь не так. Что здесь чистые женщины сидят, которые знают, что муж хороший. Такие женщины пришли на лекцию. Но я это не увидел, потому что я слепой. У меня нет духовного видения, понимаете? А мудрец, он видит такими людей. Поэтому он очень тактичен. Он знает, что сказать и говорит всегда правильно. Понимаете, о чем я говорю? О святости. Но если я помолился святому человеку, то я отражаю его и начинаю говорить примерно так же. Хотя я сам этого не имею, но я могу уже что-то хорошее сказать людям в этом случае. Понимаете? И это означает, что моя жизнь удалась. Она стала лучше. Вы пытаетесь понять это, то, что я сейчас говорю. Так меняется судьба человека с помощью святости. То есть он сам не такой, но он с чистотой соприкоснулся и почище увидел мир. Это первая стадия изменения судьбы. Следующая стадия будет такая. Он сначала чище увидит мир, но мир продолжает обливать его грязью. Но при этом надо знать, что ты почище увидел мир. Это значит, что ты произошло взаимодействие. Не то, что просто это теория какая-то. Произошло взаимодействие с очень глубинными сферами близкого человека. Это настолько глубинное взаимодействие, что во внешнем поведении это вообще никак не присутствует. Но если так ты будешь долгое время делать, учиться видеть чистое в человеке и прощать ему плохое, то в этом случае сам человек не может простить. Опять же, это духовное видение. Увидеть хорошее, как простить? Надо увидеть хорошее, тогда все само простится. Для этого надо очень искренне и сильно общаться с чистым в человеке, в святом человеке. И потом смотреть чистыми глазами, учиться на всех остальных. Следующая стадия будет такая. Человек обретет силу в этом чистом видении, и эта сила, она заставит близкого человека, близкого человека остепениться в своем издевательстве над собой, над тобой. Он станет вести себя потактичнее. То есть ты увидишь, что его как бы сила, давящая на твою жизнь, она будет легче, мягче. Потом следующая стадия будет такая, что он примет твою жизнь. Ты ведь в это время уже молишься и как бы живешь другой жизнью. Близкий человек скажет тебе, что ты живи так, ничего страшного. Он примет это. Он признает, что такая жизнь возможна. И так далее. И так будет разные стадии, которые приведут к конечном счете, к тому, что эта жизнь станет очень чистой вашей совместной. Это неизбежно. Но это не достигается с помощью собственных усилий. И это объясняет, что душа в этом мире имеет подчиненное положение. Она подчинена высшей силе. И поэтому она действует так, как высшая сила желает. И тогда она совершенно живет. Энергия времени показала мне все. Время останавливается. Останавливает все, что происходит в этом мире. Поэтому у нас осталось, по милости Бога, еще несколько минут. Я надеюсь. И мы сейчас проведем тренинг с вами. То есть, мы будем сейчас повторять, я желаю всем счастья. Мы будем делать то же самое, что я объяснил. То есть, надо вспомнить в своей памяти, вспомнить какого-то святого человека. Своей вере. В той культуре вере, в которой вы понимаете это. И мы просто что делаем сейчас? Мы повторяем, я желаю всем счастья от его имени. От его имени. И веды объясняют, что человек может желать всем счастья только в состоянии глубокого смирения. Поэтому надо мысленно кланяться всем, кто сидит вокруг. И прежде всего святому человеку повторять, я желаю всем счастья от его имени. То есть, это он на самом деле дарит счастье, а я просто хочу, чтобы все были счастливы. Чтоб он подарил всем счастье. Я хочу, чтобы он подарил. Потому что он святой, а я не имею такой силы. Вот такой вот настроим. Кто-то думает, а я имею силу. Зачем я так вот и говорю? Для эксперимента. Просто экспериментируем сейчас. Вот я предлагаю такой настрой, который принесет победу над судьбой. Это не мой настрой, это описано в священных писаниях. Поэтому просто наука означает эксперимент. Мы пробуем и так сделать. А если вы не хотите так делать, значит вы предвзятый человек. У вас нет силы победить свой эгоизм. Попробуйте. Я не имею силы, святости имею. Когда человек себя считает маленьким и бессильным, он претает могущество над судьбой. Когда он себя считает крутым, судьба не дает ему быть могущественной. Она наоборот мучает его. Так надо сесть прямо, чтобы у нас появилась сила. Еще одна вещь важная, что во время вот этого настроя нужно следить за тем, что происходит в зале. И за звуком своим, и за звуком других людей. Когда звук от сердца идет, у женщин он становится очень звонким и чистым. А у мужчин становится очень сильным и густым. От сердца звук, который меняет судьбу. И вы будете видеть, что в процессе вот этого повторения со временем, где-то через 5 минут, вы услышите вот этот звук силы, который реально будет сердце трогать. И это будет необычное чувство, потому что когда звук начнет трогать сердце, звук веры, святости. Вот это, смотри, здесь достаточно много людей, все вместе сейчас будем повторять. Этот звук реально может очень сильно дотронуться до вашего сердца. И вы почувствуете очень глубокое чувство внутри. Но это чувство, не надо как бы на нем расслабляться и забываться. То есть надо просто продолжать желать всем счастья, думать о святости. Потому что когда человек расслабляется в своем счастье, он его теряет. Надо всегда служить. Служение основа, счастье бежит за человеком и хватает его. Заставляет его чувствовать себя. Когда человек служит, счастье бежит за ним. Когда человек бежит за счастьем, оно от него убегает. Понятно? Вместе со счастьем жить невозможно. Или ты убегаешь от него, или оно убегает от тебя. Лучше от него убегать, потому что оно тебя обязательно догонит. Оно бегает быстрее. Я желаю всем счастья. 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 Я живаю всем счастье. 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 Я живу всем счастье. Я живаю всем счастье. Я живаю всем счастье. Любви, знаний. Всего самого лучшего. Простите меня, пожалуйста, если что-то говорю не так. Спасибо вам большое за то, что пришли на эту встречу. Я вам очень благодарен за это. Всего вам доброго.